Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами опытом, используя системы видеонаблюдения ARLO. То есть мы рассматривали много систем видеонаблюдения, которые мы можем использовать как такую переносную систему видеонаблюдения для складов, которые мы организуем на объектах, то есть чтобы не украли материалы и инструмент, пока мы работаем, допустим, на одном, то на другом объекте. Ну вот, и у нас выбор пал на систему видеонаблюдения ARLO ввиду того, что эта система позволяет записывать как в облако, так и на внешний диск, либо на флешку. То есть у базовой станции, которая поставляется вместе с системой видеонаблюдения, есть выход USB, то есть сюда можно поставить как флешку, так и внешний жесткий диск. То есть у меня сейчас эту систему уже не использую на объекте, а использую в офисе. И, наверное, за полтора года у меня 120 гигабайтов записалось. То есть я периодически все это удаляю и чищу, но, скажем так, объем видео не слишком много занимает. Вот, из плюсов могу сказать, что система относительно хорошо продумана, то есть удобно ей пользоваться, достаточно так качественно сделана из материалов. То есть вот эта сама видеокамера, то есть, допустим, заказывая систему, можно выбрать количество видеокамер, там 1, 2, 3 или 4 штуки купить можно как на Амазоне, так и у местных, скажем так, в местных магазинах. Вот сама камера, она поставляется с аккумулятором, с батарейкой, то есть легко вытаскивается, легко заменяется. У камеры есть с этой стороны, то есть магнит, он очень легко крепится, хорошо монтируется. Но вот из таких очевидных минусов могу сказать так, что если вы хотите поставить эту камеру и запитать ее от зарядки, чтобы она постоянно работала и не надо было ее подзаряжать, то у нее достаточно близко находится зарядка и провод идет на излом, то есть если вы хотите немножко сменить угол. Но плюс такой есть, что это стандартное крепление идет и у него есть дополнительное крепление на длинные ножки, которое вкручивается вот сюда и в этом случае тогда провод не ломается и можно, скажем так, выбрать любой угол, который требуется. Из еще таких минусов могу сказать так, что кому-то везет с этой системой, кому-то не везет. Допустим, мне с этой системой не особо повезло, потому что вначале она у меня слетала каждые полгода, то есть необходимо было заново обнулять, делать factory reset и потом заново ее устанавливать. Ну вот сейчас последний месяц она у меня стабильный раз в две недели слетает и поэтому ее надо необходимо переустанавливать и конфигурировать заново. Ну то есть иногда бывает, хватает, что просто ее скинул, добавил заново камеру и все работает. Иногда надо делать полный ресет. То есть в форумах я сталкивался с тем, что эта проблема не у меня у одного, то есть многие пользователи также встречаются с такой проблемой, у кого-то просто одну камеру не могут распознать, то есть система, то есть, к примеру, три камеры бесперебойно работают, одна то появляется, то пропадает. Вот у меня система эта с одной камерой и, как я уже сказал, каждые две недели у меня система слетает и ее конфигурация может занять пять минут, иногда может занять, то есть, два-три часа. И поэтому вот не могу так сказать, что я особо доволен этой системой, но у всех опыт разный. Так, вторым этапом мы сейчас рассмотрим функционал этой камеры, то есть я зашел на сайт myairlo.com, то есть я здесь могу видеть свою камеру и смотреть, то есть, что в данный момент происходит, к примеру, на складе, либо в офисе. Эта камера, у этой камеры нет возможности снимать постоянно, поэтому она реагирует только на движение, ну и либо в мануальном режиме запускается. То есть сейчас вот увидим качество картинки, то есть если запускаем камеру, то увидим, насколько хорошо или четко можно видеть. Я поставил настройки на самое лучшее качество, но, скажем так, сейчас посмотрим, как и что будет. Так, вот немножко расплывчато. Ну, все же, как бы, из таких основных вещей тут можно разглядеть, насколько, скажем так, хорошо или насколько плохо снимает эта камера. Так, сделаем на весь экран, попробуем приблизить, удалить. Так, что-то не то. Так, вот. Ну, картинка немножко такая расплывчатая, но, скажем так, для небольшого офиса, либо склада, это самое то. Так, из таких плюсов, как я уже сказал, что есть возможность записывать на библиотеку, то есть это в облако. Тут можно видеть за последние 7 дней информацию. И есть возможность записывать также на внешний диск, то есть на базовой станции подключается флешка USB, либо внешний жесткий диск. То есть я использую внешний жесткий диск, и очень достаточно комфортно и хорошо. Так, из настроек камеры есть возможность регулировать это, то есть настройка видео, ставить, менять яркость и менять, допустим, power management, то есть либо для лучшей жизни батареи, либо для лучшего качества видео. Допустим, если Best Battery Life использовать, то в условиях такого, скажем так, интенсивного движения в офисе батарейки хватает где-то на неделю. То есть потом ее надо подзаряжать. Из опций, то есть есть режим ночного видения, но он, скажем так, работает, как и другие камеры. Это можно посмотреть в интернете, насколько хорошо. Так, из других вещей, еще таких возможностей настройки, интересно, это возможность настройки чувствительности при движении. То есть у него есть возможность, чтобы хуже или лучше реагировало на движение. То есть я поставил настройку по максимуму. Ну вот это все, то, что я хотел сказать по этой камере. То есть, если уже резюмировать, то задумка хорошая, идея хорошая. То есть у многих она работает хорошо, без всяких заморочек, но, к сожалению, у меня она периодически выпадает и слетает. То есть приходится ее перенастраивать, чтобы система работала. Иногда она выпадает на выходных, иногда среди недели. То есть час-полтора иногда в месяц приходится потратить, чтобы эту систему перезапустить заново. И самое такое неприятное, то каждый раз она запускается по-разному. То есть иногда достаточно просто пересинхронизировать, иногда через телефон, иногда можно сделать это просто, нажав кнопки синхронизации на базовой станции, либо на самой камере. Но иногда приходится полностью удалять всю систему, то есть и перенастраивать ее заново. Все, теперь все. Всем спасибо за внимание, всем хорошего дня. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok